Всем привет! Сегодня я готовлю нереально вкусный тортик. Он готовится на сковороде, а получается такой нежный, такой вкусный, очень-очень похож на молочную девочку. Единственное, что с коржами вообще не нужно возиться, реально очень просто делается. И туда можно добавить абсолютно любые фрукты, которые вам нравятся, как свежие, так и замороженные, типа малины, или вот еще каких-то там кусочков абрикоса, или еще что-то. В общем, полет для фантазии, а торт получается каждый раз новый и очень-очень вкусный. Для начала нам нужно отвесить сметану для крема. Как отвешивать сметану я уже показывала, и ссылочку на это оставлю в описании. Кто знает, в общем, отвешивайте лучше в холодильнике. И нужно будет сварить еще заварной крем. Для заварного крема часть молока я отставила в одной емкости, а общую массу молока с сахаром поставила вариться до закипания. В ту часть, там где меньше молока, добавляю сюда крахмал и яйца. Хорошенечко перемешиваю до однородности. И после того, как масса молока с сахаром закипела, тоненькой струйкой вливаю ее в смесь с яйцами, для того, чтобы яйца не свернулись. Возвращаю массу обратно в кастрюльку и возвращаю на огонь. Варю до закипания. Постоянно помешивать не забывайте. И теперь нужно накрыть пленочкой встык наш крем и отправить его в холод. Пускай полностью остынет. Все, теперь мы можем заняться нашим тестом. Пускай у нас там отвешивается, там остывает и займемся тестом. Отвесила творог и теперь в творог добавляю соду. Ставлю в кухонной машине или просто ложкой перемешиваю, для того, чтобы погасилась сода творогом. Перемешиваться где-то в течение двух минут. После чего добавляю ванильный сахар, обычный сахар. И опять же оно у меня дальше перемешивается. Пускай сахар растворяется. Следующим буду добавлять яйца. Их не нужно ничего взбивать. Вы видите, тесто готовится очень-очень просто. И после того, как все перемешалось до однородности, добавляю сюда либо подтопленное, либо просто очень хорошо размягченное сливочное масло. Я отвесила сразу 400 грамм муки, но всыпаю сейчас не всю. Остальное оставляю на подпыл во время подмеса. И вдруг она мне, собственно, и не пригодится. Тесто получается довольно мягким, поэтому мне, в принципе, пригодилась вся мука. Может, там буквально грамм 10 у меня осталось. Раскатываю тесто после того, как замешала его и делю его на 6 частей. Каждую часть скатываю в колобочек и немножечко приплюскиваю. Затем нужно будет их выложить на досочку, на ровную поверхность, накрыть какой-нибудь либо пленкой, либо в пакетик засунуть досочку и в холодильник минимум на полчаса. После того, как наше тесто полежало полчаса в холодильнике, раскатываем из него кружочки. Так как тесто довольно мягкое, переносить его с помощью скалки не совсем удобно, поэтому я для себя выбрала вот такой вариант. Я выбрала формочку, у меня здесь дно с подформой для выпечки, диаметр 24 сантиметра, как раз влазит у меня на сковородку. По ней я обрезаю и с нее потом вот так вот удобно хоп и перебросила просто. И вот так вот ровненько оно перекидывается, потому что если скалкой переносить, немножечко тесто деформируется, оно мягкое. И оставляем на таком среднем огоньке до образования вот таких красивых пузырьков на нашем тесте. Оно поднимается, оно становится таким нежным и воздушным. После того, как такие пузырьки, нужно посмотреть, чтобы снизу тесто хорошенечко поджарилось. Не то, чтобы подгорело, просто здесь у меня ночью снимаю, поэтому очень плохо видно. На самом деле тесто намного светлее. Оно вот где-то вот такое вот получается. Доводим до такого состояния, потому что так будет очень красиво в разрезе, видно слои. Сверху наш коржик получается такой, как лаваш армянский. И вот так очень-очень быстро, они буквально там в течение 5 минут выпекаются у нас все коржики. В общем, смотрела по цвету в основном. Вот такая вот красота получается, очень-очень быстро. Вот уже отвешенная моя сметана. Посмотрим, сколько по количеству у меня с полкило осталось. Посмотрите, вот такая вот она плотная стала уже. У меня осталось 335 грамм сметаны с полкило. Если у вас останется 300, тоже прекрасно. Добавляю в эти 300 грамм 3 столовые ложки сахара и ванильку добавляю сюда же. И теперь буду взбивать миксером до растворения сахара в нашей сметане. Благодаря тому, что сметана у нас была отвешенная, у нас не получается жидкий крем. Он довольно стабильный и не будет вытекать с тортика. Даже в том случае, если мы будем смешивать его с заварным. Вы видите, он абсолютно хорошо себя ведет и не течет. Уже остыл мой заварной крем. И сейчас будем смешивать его со сметаной. Благодаря смеси заварного крема и сметана у нас не будет никакого кисловатого привкуса. То есть наш тортик будет таким именно воздушным-воздушным. А крем практически как крем-пломбир. Единственное, мы здесь сметаной заменили сливки. Вот такая вот красота получается. Крем очень хороший, очень нежный получился. Буду добавлять в тортик бананы. Бананы можно найти в любое время года. Поэтому это вообще не проблема. Бананы, в принципе, можно потом будет избрызнуть соком лимона. Нарезаю их произвольными кубиками, как вам нравится. Очень круто этот тортик смотрится с какой-нибудь смородиной, с малиной. В общем, любые ягоды, которые вам нравятся. Можно вообще без них. Для того, чтобы равномерно разделить крем по всем коржам. Я, кстати, испекла всего 7 коржей. 6 из обрезанных, то есть, которые мы делили 6 кусочков. И 7 из обрезка у меня как раз получился. 7 корж я не выкладываю крем, потому что это у меня будет верхушка. На нее я буду ставить пресс. И поэтому оставила пару ложек крема, чтобы потом уже в конце украсить верхушечку. Разложила поровну весь крем по всем коржам. И теперь аккуратненько перекладываю их вместе с кремом и разравниваю крем. Буквально 3 минуты и весь тортик у нас собранный готов. Размазала крем. И теперь в каждый слой добавляю понемногу банан. Можно использовать какую-нибудь смесь, типа один слой банан и другой апельсины порезанные. Тоже будет очень прикольно. Вы видите, это происходит реально очень-очень быстро. Учитывая, что я собираю тортик обычно ночью, для меня это очень важно, чтобы он собрался быстро, постоял под прессом и остался на ночь у меня до пропитки, чтобы утром уже можно было его кушать. И так чередуем все слои. После того, как у нас тортик уже собран, он получается довольно высокий и его нужно поставить под пресс. Чтобы это удобнее было делать, тортик лучше всего, конечно, взять либо в разъемное кольцо, либо в форму для выпечки. Вот стягиваю его вот так вот и наверх накрываю пленкой и ставлю вначале небольшой пресс. Вначале где-то с полкилограмма у меня пресс. Через где-то минут 15 добавляю еще с полкилограмма пресс. И через минут 15 еще с полкилограмма пресс. Итого у меня где-то полутора килограммовый пресс стоял. Потом в холодильник и на ночь украшайте, как вам нравится, хоть просто присыпьте орешками. У меня здесь такие мини-мини эклерчики получились. Пустые я их, понятное дело, ничем не начиняла, потому что они как спичечки, тоненькие, маленькие, очень красивые. После ночи у нас получается вот такой вот очень-очень нежный и вкусный тортик. Он реально нравится всем и его можно придумать кучу вариаций, добавить туда кучу разных начинок, начиная от мармелада, желе и всего, что вам понравится. Я уверена, что такой рецепт вам понравится. Он очень быстрый и очень простой. Вкусной вам выпечки! А с вами был Кекс. До новых встреч! Пока-пока!